МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я очень хочу найти себе спутницу жизни и надеюсь, что мне удастся найти ее сегодня на этой замечательной программе. А помогут мне в этом Наталья и Тамара. Роман, 31 год. Три года встречался со своей сотрудницей, познакомил ее с родителями, но жениться так и не решился. Как только у нее закончился рабочий контракт, они расстались. Роман – менеджер крупнейшей мировой аудиторской компании, окончил бизнес-школу в Нью-Йорке, живет в Америке. Ходит в музеи и на выставки, любит поезжать с друзьями на барбекю и вкусно поесть, разводит рыбок в аквариуме, занимается спортом. Предупреждает, что не засыпает при свете. Роману не нравятся полные курящие девушки с пирсингом, и ему не нужна домохозяйка в бегудях. Женится на доброй и чистоплотной девушке, которая умеет преподнести себя в обществе. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте вручить вам букет. Спасибо огромное. О, какая прелесть. А вот этот букет – пожелание сладких чувств. Гарпиндия и роза любовь, конечно. Угу. Молодец. А еще какая группа поддержки? Давайте посмотрим. Боже мой, Роман, ты лучший жених. К нам такое количество народу еще не приходило, чтобы поддержать жениха или невесту. Вы первые. Я думаю, теперь это все будет не случайная аудитория, а заинтересованные. То есть пришел весь отдел. Значит, человек вы хороший. Да. Роман, а какими судьбами в России? Вы же, по-моему, в Америке скольки лет? Я родился в России. Приблизительно 15 лет прожил здесь. И потом мои родители переехали в Штаты. И я вот жил с ними до 30 лет в Штатах. И в определенный момент мне предоставилась возможность переехать в Москву. И я вот переехал в прошлом сентябре. И с тех пор здесь живу. И мне нравится. Ну, в общем-то, достаточный срок, чтобы нахулиганить на родине, на исторической. Много приключений-то случилось? Приключения были, но они... К тому хулиганству, которому вы говорите, они, в принципе, не относятся, потому что... Нет, она имеет разбитые женские сердца. Про это хулиганство. Или какое-то другое у вас было? Нет, я не думаю, что я кому-то разбил тут сердце. Мне он кажется странным. Мне он кажется немножко скучноватым. А в Америке были какие-то серьезные отношения? У меня были отношения. С американкой? Нет, у меня все подруги, я вот сейчас вспоминала, они все русскоговорящие были из-за стран бывшего СССР. Ну, вот самый запоминающийся, самый яркий роман. У меня были достаточно длительные отношения. С девушкой с Украины? Да. И вы даже ее познакомили со своими родителями? И что странно, она понравилась вашим родителям? Да. Из чего я делаю вывод, что ваши родители не против, если девушка будет не еврейского происхождения? Нет, они, в принципе, достаточно либеральные, и они не против. И вот вы поставили свою девушку, с которой встречались практически врасплох, потому что на втором или третьем свидании вы ее познакомили с мамой и папой. Ну, я не помню, если это было второе или третье свидание, но было знакомство, оно состоялось, я им представил. Да, и вы не как какой-то обычный молодой человек пригласили ее в ресторан, а куда на первое свидание? Ну, это было свидание такое спонтанное. Вы пригласили себе домой. Да, ей негде было ужинать, я сказал, давай, может, вместе покушаем. А у меня было много тогда русской еды. И я был в командировке, и я все это с собой влочил туда, сбрать на Вашингтон, в столицу. И я приготовил там гречку, супчик. И мы, в принципе, очень хорошо провели время. Она удивилась? Она была потрясена, вы знаете, потому что я приготовил достаточно вкусно. Да просто мужчина, который приготовил женщине, приготовил то, наверное, почему она скучала. Она до того времени, сколько уже прожила в Америке, тоже, наверное, соскучилась по шпротикам-то? Ну, она, да, она жила определенное время. Ну, то есть ей это тоже было приятно? И? Ну, и мы спустя какое-то время, еще было несколько таких ужинов, и спустя какое-то время мы стали встречаться. Ее поразил ужин. Да, видимо, да. И что удивительное, вы платили всегда за нее, хотя в Америке, так же, как в Европе, принято, каждый платит сам за себя. Да? Ну, у меня как-то вопрос такой с финансами не стоял. Ну, мы это обязательно будем вам задавать, потому что вот вы приехали за русской невестой в Россию, и вам кажется, что все как во времена ваших мамы и папы. Когда девушке достаточно было подарить дезодорант, или там показать ей, не знаю, там, сводить ее в театр на Таганку, и она уже ваша. Это совершенно противоречит моим внутренним убеждениям, потому что я считаю, что настоящую женщину должны завоевывать. Сегодня не с той уже охоты и прытью состоявшиеся девушки уезжают за границу, потому что здесь лучше, потому что здесь родина, и потому что здесь денег больше. Понимаете? Уже просто так на дурачка не сойдет. Я приехал, весь такой американец, а вы меня любите. Сегодня вам нужно будет просто столько энергии и сил потратить на то, чтобы девушка на вас обратила внимание. Она уже завтра купит билет там за 300 долларов в Америку по акции по какой-нибудь, и слетает туда. Понимаете? Все. Уже это дело не проходит. Поэтому мы будем стараться. Я думаю, что я смогу их убедить. Ну, хорошо. И вот у вас с девушкой развивался роман, вы ее приглашали, она вас куда-то приглашала, познакомились с родителями. А дальше что? И вот так три года вы романили. Ну, мы встречались, и вот, в принципе, отношения эти зашли в тупик в определенный момент. Потому что в определенный момент нужно либо в ЗАГС, либо расставаться, потому что девушки годы уходят. Да, и это было, в принципе, обоюдное решение, потому что с моей стороны я чувствовал, что я не была готова к браку. Она все чаще и чаще вас терзала, да? Она не терзала, но она мне указывала на определенные такие моменты, которые, в общем-то, заставили меня задуматься и указали мне на то, что я к браку, в принципе, на данный момент... Без надрыва расстались? Без надрыва просто. Хорошо. Почему приехали работать, мне понятно. А почему хотите девушку из России? Мне, честно говоря, нравится, когда человек по-русски говорит. Мне нравится по-русски говорить и обсуждать там русскую культуру, какие-то текущие события. Хорошо. У меня задача ясна, девчонки. Я хочу обратить внимание наших невест на то, что вот у нас Роман у нас посидел от работы. Это как раз характеризует вас с лучшей стороны. А что вы хотели? Не Руэта, как говорится, не Белоручка, а и пасфуды-то ты бы продавали, еще там работали в разных это. А сейчас работает самая крупная аудиторская компания. Смотрите, как вы росли. Значит, и по хозяйству можете, если вдруг что-то с женой, как говорится, сидеть не будете, газетку почитывать не будете, да, сами все сделаете. Это мне нравится. Единственное, что меня Роман смущает, и Лариса смущает, когда ты говоришь русское, русское. А что это русское-то? О, Роман-то у нас вообще мой земляк. Сказание он вообще-то. Татарский еврей. Еврейский мужчина должен жениться на еврейской девушке. Или, по крайней мере, на татарке. Нет, своих жалко, Роза. На татарке можно, можно. Я думаю, что реально никто никому ничего не должен. Этого там в Америке там всякого там понабрались, ненужного наших российских. Роман, чтобы вас чуть-чуть получше узнать, мы уже поняли, что вы хороший мальчик из еврейской семьи, замечательно, много друзей, группа поддержки. У вас за всю жизнь случилось две, не то что ссоры, а два недоразумения небольших. Первый раз расскажите историю про занозу. А про занозу была история. Да, эта история очень поучительная. Я со своей тогдашней подругой, мы с ней поехали на острова отдыхать. И каким-то образом моя подруга, она где-то, она вот себе забила занозу, а я как-то не подумал об этом, и я это проигнорировал. И в итоге это вырвалось в скандал. Хоть признаются ошибки. И вот это был именно тот случай, который указал мне на то, что я недостаточно был тогда внимателен, и я понял, что определенные вещи разные люди воспринимают по-разному. А я бы развелась, если бы у меня была заноза, а мой муж бы проигнорировал. Не то, что я ее проигнорировал. Она вам прямо так показывала, что ли? Ну, я уж не помню сейчас. Ну, была заноза, я ей сказал, по-моему, что-то. Ну, там, ладно, вернемся и вытащим. И что, у нее гной, что ли? Нет, ну, просто заноза была. Хорошо. А история, как она собиралась в театр, долго мыла голову, чтобы вы ее ждали-ждали? Ну, было такое тоже. У нее была такая тенденция. Ну, теперь уж, когда мне затрицательник, я уже понимаю, что, наверное, все женщины занимаются. Да, Роман, не все, не все, Роман. Если девушка опаздывает, это уже другую девушку в другом обществе нужно искать. Ну, вот, но вообще, конечно, мы внимания хотим все. А в каком смысле? Опаздывают плебейки, понимаете? Королевы не опаздывают. Поэтому нужно искать тех, которых мам приучили, что ждать себя, это неприлично, заставлять ждать себя. Не, ну, бывает там какие-то обстоятельства. Ну, бывает один раз, и на один раз не обратите внимания. Поэтому, дорогой Роман, видите, сколько у вас сегодня задач? Значит, не проглядеть, проходи, митцу девчонки вы тоже должны, да? Следите за этим. Алчную. Алчную. Розы еще какой? Или там, я побуду Алчу, может, ничего нет у Романа, а я тут не знаю? Здрасте, ничего нет. Есть квартира, машина, дачи. Тут недвижимость, там недвижимость. У нас он одна, это как-то грин-карт, что стоит, как говорится. То есть ли он там получит пенсию? Ну, я думала, он не волк, он будет жить. Хочу посмотреть руку. Просто про ту девушку, которая нужна Роману, я могу рассказать и так, а пока я вот заодно посмотрю. Потому что у вас очень интересная форма рук, у вас маленькие руки, на самом деле, компактные. А вы как, ну, бить, правую или левую? А обе. Обе? Да. Ну, вообще, мужчины с такими маленькими руками, достаточно нежными, встречаются не очень часто. Это выдает в вас практическую натуру и хватковую предпринимательскую. Практическую? Практическую? И хватку предпринимательскую. Да, 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 да. Потому что он хваткий, это может быть... Да. Ручки аудитора. Да, вроде того. Василиса, но ведь у тебя противоестественно маленькие ручки. И я всегда думала, что это выдает в тебе... Они у меня не квадратные. Такую натуру, такую нежную. Они другие. Потом, если я начну тебе описывать форму каждой фаланги, что важно тоже в хироманте, то разговор будет долгим. То есть нам сегодня будет чем заняться в рекламную паузу. Да, однозначно. А пока скажу про девушку, которая нужна роману. Вам нужна активная, та, которая возьмет вас на абордаж сама. Не та девушка, которая с вами будет ходить три года рядом и ждать предложения. И она должна уметь постоять за себя, потому что человек вы критически настроенный, любите замечания временами поделать, попилить любите. Да. Я уже ухожу от этого. Некоторые занудства, скажем так, присутствуют. Поэтому девушка должна не тушеваться, а уметь за себя постоять в этом занудстве. Я думаю, что мы таких найдем на просторах Руси точно. Она должна быть москвичкой, провинциалкой. Из какой семьи имеет это значение? У меня нет таких требований. Должна ли она быть хорошей хозяйкой? Или это тоже не важно? Это желательно, но я как бы... Я не пачкаю, в принципе. Хорошо, сколько детей планируете? Правильно. А что вы ржете? Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Сколько детей планируете? Я думаю, что двух нужно. Может, трех. Ну, как... И последний вопрос. Где собираетесь все-таки жить? В России или поедете в Америку? Я думаю, что в Штатах в итоге я буду жить. В Нью-Йорке я уехать готова. Но вопрос с кем. После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в гостях Роман. Идите, встречайте первую невесту. Привет, мои чемоданы уже собраны, и я готова ехать с тобой в Америку. Классно. Вот это тебе. А как тебя зовут? Очень милая такая девушка. Да, очень хорошая. Приятная на внешность. Ну, главное, мягкая такая. Насколько она ему будет близка внутренне. Здравствуйте, девочки. Кто пришел вас поддержать, Катя? Со мной пришла моя подруга Юлия. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим и узнаем вас лучше. Екатерина, 26 лет. Помощник адвоката. Занимается спортом, играет в бильярд, посещает автогонки, смотрит футбол, любит готовить десерты и выпечку. Гордится тем, что ее сочинение было напечатано в газете. Предупреждает, что много времени проводит в ванной. Мечтает заниматься изготовлением свадебных тортов. Екатерина со своим женихом уже начали готовиться к свадьбе, но когда пришла пора покупать ей платье, он неожиданно исчез. Надеется, что Роман отвечает за свои слова и поступки. Так как гости с пустыми руками не ходят, я принесла вам подарки. Спасибо. Тонкий хоккер. Это она не страста. Дорогая моя, у вас была одна единственная история вот такой о любви. Все было прекрасно с женихом. Что вы такое могли натворить перед свадьбой, что он вдруг за три недели исчез? Дело в том, что для меня, для самой это остается загадкой. А давайте разберемся, и не будет уже загадка. У вас все было хорошо, и он довольно скоро вас познакомил с родителями. Мы были знакомы три года, и у нас было общение такое дружеское. И спустя какое-то время он познакомил меня со своими родителями. И мама к вам хорошо отнеслась? Да, мама меня очень хорошо встретила. Да, потому что думала, что вы подружка их сына. А вот когда она вас уже увидела на свадьбе другого сына... Это его двоюродный брат. Ну, двоюродного брата, где обычно бывают только самые близкие люди, да, в числе приглашенных, она уже была к вам не так настроена, да? Потому что вы не были опасны. Вы были одной из, а тут она уже поднапряглась. А как она вот показала свое к вам нерасположение? Она практически со мной не разговаривала. Ей нужен сильный мужчина большой, который ее защитит. Она устроится работать в Америке в соседнее здание, они вот так же будут вместе под ручку ходить на работу, и от работы домой. Ей нужен, я не знаю. А вы не разговаривали, не задавали вопрос своему другу? Почему? Я не стала выяснять этот вопрос. По дороге уже в Москву он сделал мне предложение, и я сказала, да. И вот уже должны были поехать покупать платья, и где-то перед этим он пропал. Правильно. Он же переспал с ней, все, а что ж теперь, жениться, что ли? Нет, у нас сразу ничего не было. Ну вот, значит, передержала парня. Тут что-то плохо, не пережать и не дожать, да? Да. Тоже плохо. Выяснили причину, куда он сейчас, что было? Звонили его родителям, например? Я не звонила его родителям. Почему? У меня не было их телефонов. Ну, адрес-то знали? Да, понятно. Просто приехать и узнать, что случилось. Хорошо. Потом прошло время, вы с ним встречались? Нет. Мы до сегодняшнего дня, мы с ним не общались, хотя в соцсетях он заходил на мою страницу. И что? Я это видела. И ничего не писал. Так она и не узнала, в чем причина. Ну вот, у меня возникает впечатление, что ее просто жалко. Жалко ее, правда? Если после этой программы он вас увидит и, Кать, выяснится, что была ситуация, на которую вы не обратили внимания, и даже будете считать себя виноватой. Лариса, да кто не будет? Есть шанс, что вы с ним будете вместе? Нет. Я думаю, что человек, который поступил таким образом, Так вы ничего не был, дедочка-то. Вы все время в каких-то иллюзиях. То вы про то, а ты там что-то там собираетесь делать. Что там с тортиками-то? Я хочу организовать свое производство тортов. Умница. А что это она вдруг, это организовать производство тортов? Чудесно. Я люблю готовить. А звук от тура? И у нас модифицит. Особенно все, что касается праздничной. Изготовление тортов – это как хобби. Основная моя цель – это я хочу стать адвокатом. Хозяйственная, добрая, порядочная. Может быть, она и мне нужна? Нет, мы лучше. Я хотела бы спросить, Роман. Для меня очень важна тема веры. И я бы хотела, чтобы мой супруг был христианином. У вас какая вера? Индей. Вера называется Индей. Я, разумеется, еврей. И, в принципе, перемену религии для себя. Шаббат соблюдаете? Ну, нет, я не соблюдаю. А родители? Я тоже не соблюдаю. Но вера – это то, что у меня внутри. Какая ему разница? А вы сами не хотите веру-то поменять? Вообще жена меняет, а не муж. Нет. Я хочу остаться. Всегда по-разному. А вы хотите это? Ну, извиняйте, девушка. А еще о чем хотите спросить? В принципе, все равно. Молодец, умница. Правильный вопрос задала. А то у нас про какие-то шахматы обычно спрашивают. Играете ли вы в шахматы? Покажите, пожалуйста, сюрприз. Роман, так как ты очень любишь сладкое, я приготовила себе вкусный десерт. Я хочу, чтобы ты его попробовал. Я попробую. Давай быстрее, посюда. Она пошла через это. Через желудок? Через желудок, да. Вкусно? Классная штука, да? Очень свежая. И попробуй, пожалуйста, безе. Я уже скрыл, конечно. Безе легче. И чтобы мы в Америке с тобой не скучали по русским продуктам, я хочу подарить тебе корзину с русскими продуктами. Здесь гречка, шпроты, молоко сгущенное. Отдышу, благодарю. Спасибо большое. Ешь на дороге. Да идемте к нам за столом, да идите. Спасибо, девчонки. Проходите в свою комнату. Спасибо большое. Ну как тебе, жених? Мне понравился. Давай глянем. Что ты тут насувала-то? Ну вот тебе, пожалуйста, гречка называется. Пускай. Ну это для виду, для объема. Что такое? Попробовать надо. Боленица есть. Шпроты в масле, вон икра кабачковая, заморская. Заморская баклажанная русская. Да. Ой, Роза. И гематоген. Это смело. А что это? А вы знаете, Роман, что гематоген только продается у нас. Это из медвежьей крови и детям из бычьей крови. И из медвежьей раньше делали. У кого малокровие. Это очень вкусно и это очень полезно, чтобы вы понимали. Как шоколад. Это на самом деле. На ириску, похоже, мягкую. Да. Самое главное. Гематоген. В Америке он не обходил. Скажите, девчонки, как вам невеста? Ну, подарок отличный. Я думаю, Роме по душе пришелся. Рома нас любит покушать. Да. Прямо в точку, я думаю. Девушка молодая, стройная. У вас есть парни? Да. А у вас? И у меня тоже. А если бы не было, вы бы с Романили бы с Романом? Какой? Лично у меня просто сердце было занято до встречи с Романом. Как вам кажется, что в Романе не так? Почему он один? А мне кажется, у него все замечательно. Работа у него такая, что нельзя найти время свободное, чтобы погулять. В Романе все так. Ему не хватает смелости. А как вам, Екатерина, невеста? Милая девочка, но я думаю, что несколько спокойна для Романа. Ему нужна более активная. Роману нужна более активная девушка. А кто доминирует в вашей семье? Мама или папа? Кто главный? Ну, они вроде как вместе все решают. Обычно. И потом отец делает, что мать говорит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Гениальный ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что тебе, Роза, понравилось, девушка? Понравилось. Вот и что смущает, что... Девственницы? Торты... Не, ну и 26, конечно, это уже перебор. Ну, ничего. То, что вот эти торты готовят, не располняет ли? Хотя вкус, наверное, да? И плюс на продажу готовят. Она будет тортики продавать, а покупать чёрную икру. АПЛОДИСМЕНТЫ И потом это православие, вот она с Верой хотела. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это согласно. А так хороша девушка. Это согласно. Мне очень понравилась Екатерина, потому что она реальная красавица, умница, достойнейшая просто, самого наидостойного. Ну, а что делать? Это не фантазия, это реальная жизнь. Я не фантазировала. Вот так она себе нафантазировала такую любовь. Я думаю, что парень, конечно, испугался, потому что она чистейшей прелести, как говорил классик. Василиса. Хорошая девушка, но флегматичная для романа. Она из тех женщин, кого из этого состояния, вот такого спокойствия и какой-то погруженности, должен выводить мужчину. Потому что квадрат от Марса к Солнцу. Марса из огненного знака. То есть ей нужен кто-то, кто её бы провоцировал, вытаскивал, может быть, сподвигал на что-то. И она сподвигнется. Василиса, мне кажется, она меня спровоцировала. Она мне подарила конфеты с голубым бантиком. Значит, я мальчик. Нет, Лариса. Я думаю, нет, это всё шутки, конечно. Ей речь не идёт про какие-то бусмысленные провокации, скажем так. Женщина вам нужна активная, боевая. Вот она не произвела на меня впечатление человека, который возьмёт вас на абордаж. Значит, будет мама решать романа. Значит, они будут у них, и Катя, и Роман, двое детей. Надо было маму на передачу приводить. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Роман. Идите, встречайте вторую невесту. Удачи. Спасибо. Привет, Роман. Я рада вас видеть сейчас. Это будет круто, чтобы знать вас лучше. Мой номер – Надежда. Спасибо. 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 Проходите. Девушка говорит по-английски – это плюс. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. С кем вы? Я сегодня с моей подругой Александрой и сестрой Татьяной. Очень приятно. Давайте с вас посмотрим. Надежда. 27 лет. Специалист по закупкам в крупной западной компании. Пишет портреты углем и заканчивает работу над своим фантастическим романом. Увлекается латиноамериканскими танцами. Мечтает иметь дом на Кипре. Чтобы вызвать ревность со стороны своего возлюбленного, Надежда решила пофлиртовать с другим молодым человеком. В итоге осталось ни с чем. Надеется, что с Романом ей не придется прибегать к провокациям. Вы влюбились в парня, а у него была девушка. Да, совершенно верно. Произошло это достаточно давно, когда я была на третьем курсе университета. Действительно, ходила в клуб по музыкальным интересам. И, в общем-то, мне понравился один молодой человек. Молодой человек на тот момент встречался с девушкой. Она достаточно была простой, обыкновенной. Обычно серая мышь. С чего вы вдруг сделали такую, что она серая мышь? Ну, в общем-то... На вашем фоне? Вы так оценили? Нет, я бы не сказала, что именно на моем фоне. Просто это было мое личное мнение. Надюш, ну вам-то какое было дело. Ну, это был его выбор. Ему нравилось с ней. Почему вы решили... Просто я, основываясь на его... Мне казалось, что именно его мнение, да, здесь играет большую роль. Он старался даже как-то ее вот не показывать никому. Всегда они прятались, какие-то разговоры... Они там прятались и знаете, чем занимались? Постоянно. А не показывал, потому что она ему казалась хорошо всех. Он ее любил и ревновал, и никому не хотел показывать. Я не против, но мне он тоже понравился. Значит, я не могла не бороться за него. А мне кажется, она не дрессовалась. А мне кажется, ей нет. Мне кажется, она мне нравится. А парень-то вот, который вам понравился, он вообще был в курсе ваших терзаний? Вы ему признались в любви, как Татьяна Ларина? Если честно, то нет. Вот вы себе там в голове нафантазировали, он продолжает зажигать по норкам с этой мышкой, плодиться и размножаться там. А вы себе зароманили с другим патутом мясном недухом. Да, но я не смогла его, к сожалению или к счастью, скорее всего, к счастью, конечно же, долго обманывать. Поэтому, ну, это было очень открыто. И вот вы подходите к парню, говорите, мышка, а ну-ка в норку. И говорите, я уже не знаю, что сделать. Я уже у тебя на глазах завела роман. Я уже всё... А ты всё не обращаешь внимания. Мужик... Ну, на самом деле... Раз и в уморок. А то ужасно. Кто это? Да, да. Блондинка сумасшедшая. Ну, на самом деле, было всё несколько по-другому. Мне кажется, из тех девушек, которые будут менять, гнуть мужчину так, как ей надо. По чему, да. Ну, он увидел нас пару раз и, соответственно, заинтересовался, да, что же это такое, почему она с ним подошёл и задал вопрос. То есть, типа, ну, он мне... Надежда... Да? Кто это? Вот у него был в глазах вопрос. Я даже не могу вспомнить ту фразу. А, то есть не в устах, а в глазах. Да, в глазах скорее вопрос. Он просто с ужасом смотрит. А ты бы сказала, а вам какое дело, он любит меня. И хотелось быть той, которая ревнует. Понимаешь, вот и всё. А это делается не такими методами, а в салоне красоты. Я, естественно, примерно это же и сказала. Вот. Но, так скажем, не знаю, вызмело ли это своё действие или нет. Но он бросил мышь. Он бросил мышь, да. Или она попала в капкан к другому. Вы знаете, как? Ещё история с мамой мыши была, потому что они начали меня преследовать и проявлять всяческий интерес, вплоть до того, что даже на лекциях меня встречали и вот... Избичкотели. А мама не задавала вам вопрос, Надежда, любите ли вы сыр? А вы спросили, при чём здесь? Ну, такая крыса не любит сыр. Вы знаете, маме так и не удалось до меня добраться, так скажем. И, на самом деле, была ещё подруга, которая... Там шабан, да? Всегда говорила о их местоположении. Вот. Ну, так скажем... Микки Маус, просто дитё. И он бросил её в результате. Ну, собственно говоря, ей всё равно пришлось от него отстраниться, потому что с ним произошёл самим молодым человеком конфликт, там, вплоть до драки с мамой и с мышью. И в результате он вообще вынужден был оставить... Её. Вообще, и её, и всех нас. Вот. И казалось бы, Надька, завтра встречаемся с тобой у пятой бани. Но. Вы встретились? Ну, нет, в результате мы так и не встретились. Я просто поняла, что это не моё. Угу. Очень часто история у женщин с Венеры и Вовни. Когда добиваешься, добиваешься, а потом? Сама себе напридумывала историю. Это вот как я бы сейчас фантазировала бы про Брэд Питта. Понимаешь? А, кстати, Надька, мне нравится то, что... Вот у вас есть, видите, такой писательский талант. Сама писательница, поэтому оценю. Ну, вот у вас такие требования. С одной стороны, 26 пунктов требований к мужчине, это правильно. Потому что каждый раз сидим тут и талдычим по поводу того, что... Что ж, зачем нужен он вам? Что вы от него хотите? Какой он должен быть? Вот смотрите, значит, мужчина рост 176. У вас какой рост? А я не знаю точно. Вот 176. Ты сейчас будешь цепляться к каждому пункту и обращаться к Роману и смущать его? Симпатичный кореглазый брюнет. Налиток. В хорошей физической форме. Подтянутое телосложение. Дальше, Роза, дальше. Ну, я бы не сказала, что подтянутая. У меня... Он просто ест много. В идеале неравнодушен к домашним животным и детям. А почему сначала животное, а потом детям? Ну, это я здесь описалась. Вот пусть расскажешь, что 26 обязанностей, которые она будет выполнять. Хочешь, чтобы он тебя на руках носил, возьми на диету, сядь. Дорогая моя, уедете в Америку? А, да. Я... Можешь, хотите? Вы знаете... Да. Вот вы знаете, наверное, что когда человек переезжает, и я из своего опыта могу рассказать, он испытывает сильнейший стресс. Вот вы... Как вы к этому относитесь? Вы готовы вообще к таким вещам? В общем-то, я, наверное, себя отношу к людям, которые очень часто что-либо меняют в своей жизни. И поэтому думаю, что да. А вы задайте вопрос, Надя. Роман, какие качества вы цените в людях больше всего? И вот в женщине, в частности, да? Вот что бы вы могли на этот вопрос ответить? Ну, в женщине, что я бы действительно хотел бы видеть в своей спутнице, это человек, который бы меня дополнял, и человек, с которым мне было бы интересно. И не этого хочет. Он хочет, чтобы всегда вот какое-то было движение, а ему, понимаешь, было на что посмотреть, потому что он сам ничего не может. Покажите сюрприз. Как ты думаешь, что она будет делать? Рисовать? Роман. Эту картину я написала для вас с углем. Также хотела бы прочитать вам стихотворение, которое для вас написала сама. Роман. 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 Вам нравится? Вам не кажется, что это слишком? Нет, ему сухотки нравятся. У него сухоток, знаешь, сколько в Америке-то. Ну что, Валаока, еще что расскажешь? Только одна история была вот эта, про любовь? Ну, такая, наверное, была, наверное, одна у меня все-таки. Короче, 4 месяца он вас про матросы. Потом просто даже как-то все начало вот само по себе сходить. Наигрался. Марина просто уехала в Таиланд на 2 месяца, а он решил, ну зачем ждать девочку. Да, она так же может от него уехать. В общем, Марин, делаю вывод, ничего серьезного не было, поэтому, думаю, не шибко переживала. Хорошо, если с Романом все служится, уедете в Америку? В Америку, думаю, да. Но мне, конечно, трудно вас представить. Вот вы приходите в семью родителей Ромы, вот такая вся красавица. Мама отцой, ты гляк по голове, куда ты смотришь? Нет, ну девушка точно не для создания семьи. Ой, девчонки, о чем мечтаем? Я мечтаю, на самом деле, о семье, как любая женщина. Это в первую очередь. Мне хочется семьи, мне хочется деток своих, мне хочется любимого мужчину. А так, на ближайшие какие-то перспективы у меня пока что, ну, так как я одна, я девушка свободная. У меня в планах это какие-то отдыхи, путешествия. Вот одно из таких, наверное, моих желаний – это попасть все-таки на необитаемый остров. А вы хотите мы с мужчиной? Да, с мужчиной. О, о чем он с ней будет разговаривать? Она все. А я знаю, что вам нужно переодеться, да, для сюрприза? Да, для сюрприза мне нужно переодеться. Идите, а мы с подружкой пока поговорим. Настя, а у вас есть молодой человек? Да, я замужем, у меня есть маленькая дочка, ей два с половиной годика. Мариночка созрела для того, чтобы выйти замуж? Потому что у вас-то уже есть опыт. Вы же понимаете, что уже не поспишь до обеда, и в Таиланд не уедешь на два месяца. Ну, это да, мне кажется, ей этого не хватает. Она нагулялась? Она не то, что нагулялась, она поэтому и гуляет от скуки. Понятно, чтобы ее схватили и остановили ее гулянки. Милая моя, я узнала, что у нас с тобой есть общая мечта – побывать на необитаемом острове. И поэтому давай мы с тобой на секундочку представим, что мы находимся не здесь, а на прекрасном острове. Я чуть-чуть к тебе залезу, куда-нибудь я. Сюрприз такой, с подковыркой. Я для тебя приготовлю очень вкусный коктейль тропический. Топический. Сначала это идет сироп. Сейчас там чего-то она намешает. Да, какой-то любовный коктейль. Далее мы добавляем молоко. И последний ингредиент – это у нас ананасовый сок. И я думаю, что у нас с тобой получится отличная гавайская вечеринка. Давай. Поехали. Живот у нее какой-то висит. Спасибо большое, Надежда. Идите с подружкой к себе. Мы вас обсудим. Пока. Мне кажется, ты его зацепила. Думаешь? Девчонки, ну и как впечатление? Если как жена, то мне кажется, что у вас мало будет точек сприкосновения. Она поедет в ночной клуб, а ты будешь кормить рыбок. Ну, мне кажется, еще рано. Для семьи рано. Рано не поздно, как говорится. Вот когда поздно, то она нужна плакать. Ну, мне кажется, Роме нужна более домашняя такая девочка, более естественная. Такая натуральная, что ли. Тут уже, по-моему, образ домохозяйки жены со швампой пришел. Это же практически эротическая фантазия для всех мужчин. Это нам кажется, что они любят натуральных, вот таких вот высокообразованных. Я люблю таких, как Маринка. Согласна, что Марина эротическая фантазия многих мужчин. Вы знаете, прилично оденем, когда с мамой знакомить-то будем, поменьше говорить научим, а там-то позажигайте. Детей-то как раз в любви надо делать, собственно говоря. Клевое. У вас в Америке денег не хватит, такого, как Марина, взять в жены. Понимаете? А тут само пришло. А у нас пруд пруди, вот такие красавицы. Как тебе вообще? Я абсолютно уверена, что девушка этого типа в вашем круге общения среди подчиненных друзей не будет принята никак, никогда и ни в каком варианте. Знаешь, что значит, что окружение не примет. Тамара и Наталья, у вас сегодня была возможность выбрать девушку, которая бы, ну, может быть, не идеально, но подошла бы вашему другу Роману. Кто? Первая девушка, Екатерина. Если он зайдет к нам в комнату, за ним выйдешь? Если он зайдет в нашу комнату, я за ним выйду. Мне кажется, при всем, что мне Екатерина безумно понравилась, ну, просто очень-очень-очень. Ну, вы не ее мужчина. Вам нужна Марина. Ну что, Марин, поехала бы ты с ним на необытаемый остров? Ты знаешь, даже не знаю. Ну, мне что-то кажется, что это не тот мужчина. Очень читается тоска в ваших глазах по женщине. А женщина это Марина. Идите к ней. Не прогадайся. Значит, рассматриваем только Надю. Ну, все-таки Надюшке больше Америка желанна, чем вы. Боюсь, когда-нибудь слиняет от вас. А вот, Маринушка-то, позажигаете еще. А что, прям? Пусть счастье будет у вас. Я за Маринушку. Как бы мне не понравились и Екатерина, и то, как она готовит, и Марина, ваш удел надежды. Ну, как тебе, Роман, вообще понравился? Понравился жених? Ну, в принципе, вот как человек, он мне заинтересовал чем-то. Мне кажется, что в ней есть та воля к победе, которая может стать частичной вашей волей к победе. И вам с ней может быть интересно. Потому что, ну, и с Екатериной, и с Мариной вы быстро утомитесь. И когда говорит, пока сирк не разлучит вас, это будет в вашем случае. Надежда. Ну, слушайте, кого хотите, но лучше свое сердце проходите. Мы вас в любом случае поддержим. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4-4. Елена, 47 лет, номер 2133. Владелец салона красоты. В свободное время старается проводить путешествия по миру. Мечтает жить на берегу океана с любимым человеком. Елене нравятся опрятные и спортивные мужчины от 40 до 50 лет. Ольга, 28 лет, номер 2134. Руководитель детского кружка. Пишет рассказы и сценарии к вечеринкам. Для Ольги не важно, сколько будет зарабатывать ее будущий супруг. Главное, чтобы с человеком было тепло и комфортно. Мы не знаем, выйдет Роман один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить и давайте его поддержим. Привет. Привет. Мне очень приятно, что ты зашла в мою комнату. У нас есть пара. Роман и Екатерина. Перед вас ждет счастье и любовь. А ежедневную радость вам подарят замечательные конфеты Левушка. От конфетной фабрики Славянка. Славянка несет радость людям. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4. Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся, удачи. Я привыкла всегда только на себя надеяться. И это у меня еще с детства. Она позвонила мне и сказала, Алексей, я хотела бы с вами познакомиться, понять, с кем моя дочь встречается. Она говорит, да брось, она ко всем. Пуще у мамы. И не важно, страшные, горбатые, негорбатые, главное не лысые. Я очень люблю женщину нюхать. Ну-ка иди сюда, давай понюхай невестку.